Музыка Такой вот импровизированный сток при свечах Скорее всего у меня будут комментарии Матерные комментарии Музыка Под землей важна каждая мелочь Очень часто от надежности снаряжения Зависит не только успех экспедиции Но и безопасность Новатур это то снаряжение Которое не подведет нигде Всем привет уважаемые зрители С вами канал Андерволд И его ведущий Степовол Не все ходить по городским Урбанистическим заброшкам И подземным коммуникациям Решили мы воспользовавшись хорошей погодой Выбраться за город На природу На сей раз Мы отправились В каменоломни Никиты Находятся они в очень живописном уголке Подмосковья Но для того чтобы туда попасть Мы Сейчас вынуждены будем преодолеть брод Ну вот такой вот брод Тут приходится преодолевать Главное аккуратно идти Потому что Промохнуть сейчас Совсем не хотелось Вот тут Образовали эти камни Своеобразную плотину Вот я уже на другом берегу Очень красивая природа Рядом со входом в каменоломне Вот один из входов В каменоломне Возможно здесь когда-то был вход Достаточно внушительные камни Прохода сейчас здесь нету Итак в Никиты мы не попали Потому что все входы окончательно Засыпало Народ местный проходили Говорили что Попасть туда Скоро можно будет Что энтузиасты там пытаются Раскапывать входы Ну и поэтому мы отправились В другие подмосковные каменоломни Которые находятся Неподалеку Это силикаты Или девятовские каменоломни Силикаты или девятовские каменоломни Получили такое двойное название Благодаря своему географическому местоположению Рядом с населенным пунктом Девятовска И недалеко от железнодорожной станции Силикат Общая протяженность системы Около 11,5 километров Особый интерес представляет тем Что в ней сохранились Оригинальные рельсовые пути Для вагонеток конца 19 века В том числе и уникальные деревянные рельсы С металлическими накладками А также множество выработок С готовыми к подъему наверх камнями И тут мы видим такой вот Облагороженный вход Почти как в сиянах Даже диаметр колец Гораздо больше Внизу, похоже, помоечка Внизу, да, внизу помоечка Ну и вот мы уже внизу В силикатах По обыкновению записались в журнале Очень похожий на сияновский Предбанник с журналом Не считая более низкого входа Система по ощущениям Похожа на сияны Как оказалось Система отличается по ощущениям От пребывания в ней Вот сиян Прежде всего На очень большом протяжении Штреки здесь гораздо более низкие Но дело даже не в этом Дело в том, что Здесь есть очень интересные места Так называемый централ То есть практически прямой На всем протяжении Штреки, который Пронизывает всю систему И с достаточно приемлемой высотой потолка Где можно стоять Как сейчас я вот в этом централе Во весь рост Либо Идти немного пригнувшись А если сворачиваешь с централа То уже приходится идти Сильно-сильно согнувшись На корточках Или вообще ползти Вот так выглядит Один из участков Этого самого централа Ну и тут есть Очередная местная достопримечательность Которая называется Кресты Сразу вспомнился Кабельный коллектор Где я наткнулся На настоящую надгромную плиту А здесь кресты Сложены кресты С могил С надгробий Итак, мы продолжаем движение По системе Тут уже приходится идти Прилично пригнувшись Такой вот широкий штрек С низким-низким потолком Походу кто-то забыл свой термос Мы вышли ко второму Централу И здесь начинается участок Который называется Метрополитен Благодаря тому, что здесь Остались участки С проложенными рельсами Вот тут вот видно Остатки этих рельсов Это уникальная конструкция То есть рельсы были деревянными С наложенными на них Металлическими листами Вот здесь видно Сохранившаяся небольшая часть Такой рельсы И вот как выглядели Эти металлические набойки Здесь сейчас хорошо видно На протяжении Всего штрека Видно идут остатки Этих деревянных рельс С местами Сохранившимися металлическими набойками Вот этот вот кусок рельса Он сохранился практически В оригинальном виде Ну естественно здесь Сильная коррозия Но хорошо видно Вот как Как она выглядела В первоначальном своём виде А вот участок С металлическими рельсами Вот в глубь уходит штрек С остатками металлических рельсов Обычная для Часто посещаемых Каменоломен Знак Кем-то сюда Заботливо поставленный Осторожно поезд Очень хорошо видно На полу Штрека остатки От шпал Да и периодически Попадаются сами шпалы Вот ещё одна из рельс Когда-то проложенных Здесь по штреку Вот ещё более сохранившаяся Часть рельс Проложенных вдоль штрека Хорошо видно Как они Сделаны были повороты И очень интересно смотрится Такой вот Арочный потолок Выложенный на рельс Я так думаю Я так думаю Я так думаю, что это уже В наши дни выложили Потому что никакой Практической нагрузки Это не несёт Мы остановились в гроте Немного перекусить Вот ещё одно перекрытие Сделанное Из камней На рельсах Вот будет весело Если это кому-нибудь Наголово обвалится Интересно Какая здесь должна была быть Высота вагонеток С учётом Крайне низких потолков Конечно Какой же Поход Каменолом Не обходится Без Небольшого перекуса Такой вот Импровизированный Стол При свечах Одна из прелестей Этих пещер Многочисленные Шкуродёрники В сьянах Подобная участь Меня миновала Но тут приходится Немножечко поползать В принципе Шкурник не очень узкий Но с учётом Ещё снаряжения Которое мы несём с собой Ползти всё-таки Не очень удобно Вот Водокап ещё будет Небольшое место В системе Которое Отмечено Как Водокап Или вода Но В отличии от Сьяновского Водокапа Для людей Которые привыкли К сьяновскому Водокапу И представляешь Что это такое То есть Это место Где Вода Действительно Капает Между кладки Между камней Её Можно Там поставлена Какая-то ёмкость Капает Чистая Грунтовая Вода Её Можно Оттуда Набирать Кипятить Пить То есть Здесь Это больше Похоже на Такую Вот Лужу Но Лужа Это всё равно Образовано Грунтовыми Водами Поэтому Если Поднимать С пола Со дна Глину То вода Сама по себе Да Достаточно Чистая Опять же Очень низкие Штреки Вот Очень хорошо Сейчас видно Приблизительная Высота Этого штрека Где-то С полу метра А там Я так понимаю Уже можно Дать отдохнуть Спине И Встать В полный Рост А вот Одна Из развилок В этой Системе Похоже Кстати На сьяновские Развилки Здесь Достаточно Высокий Потолок Ну и Здесь Сохранилась Часть Рельс Вот Это Металлические Накладки Уже Кем-то Хорошо Покалеченные И Вот Такой Вот Камень Видны Его размеры По сравнению С моим Рюкзаком При выработках Вот Такие Вот Камни Грузили На Лагонетки И Вывозили Уже На Поверхность Ну или Может быть Где-то Дробили Делали Его Мельче И Вывозили На Поверхность Мы Находимся В Выработке В Штреке Где Лежат Блоки Которые Вывозились Уже Непосредственно Для Строительства То есть Примерно Так Выглядели Готовые Изделия Которые Готовые Камни Которые И Добывали Здесь В каменоломнях То есть Они Были Максимально Обработаны Инструментом Чтобы Придать им Прямоугольную Ровную Форму И Примерно Вот Такого Размера Блоки Вывозились Уже На Поверхность Для Последующего Их Использования В строительстве Еще Одно Достаточно Красивое Место Грот Обвальный Здесь Очень Много Камней И Немножечко Другой Фактуры Стены Грота Место Похожее На Сьяны Очень Такое Атмосферное Красивое Место И Наконец-то Можно Встать В полный Рост Вот Еще Одна Из Достопримечательностей Этой Системы Так Называем Автопарк Где Собрано Множество Игрушечных Машинок Номерные Знаки И Напоминание Чтобы машины Не ставить Под сосульками Штрек Скажем так Шкуродерный Идти Здесь Приходится Хорошо Согнувшись А потом Даже Скорее всего И ползти Скорее всего У меня будут Комментарии Матерные Комментарии Веселенькое место Вертикальный Шкуродерник Который имеет Название Гротлифт Еще бы понять Куда здесь Лезьте Как Вверх Только вверх Вверх И только вверх Пройти Всю систему Практически Не испачкаться И уделаться У самого выхода Как свинья Но Я уже почти прошел Так И тут уже вертикальный Шкуродерник Тихонько Начинает превращаться В обыкновенный Горизонтальный Вся прелесть в том Что это все Огромном Слое Глины Влажная Глина Которая Скользит Под руками И ногами Ну и о том Какая тут Частота Говорить Даже не приходится Осталось Понять Куда дальше Потому что Тут надо Нырять Сразу Вперед На локтях Уже не получается Да? Пока пытаюсь понять Как вообще лучше На локтях Тут придется Уделаться уже полностью Даже Наверное Вернее Будет так Или я не прав Как ты думаешь Не знаю Что значит Скрутило Это был ад Выписываемся из журнала И выбрасываемся из системы Прошли конечно немного Но просто время поджимает Пора возвращаться И так На этом закончилось Наше путешествие В Сирикаты Или Девятовские каменоломни Как их еще называют На улице Светает А мы Довольные Грязные Отправляемся По домам Девятовские каменоломни